Друзья, всем привет, кто только что присоединился, подключился к телерадиоканалу Страна ФМ. Здесь я, меня зовут Маша Новая, и это вечер на телерадиоканале. Итак, друзья, как я вам уже и говорила в прошлом часе, мы с вами вместе ждали замечательного гостя, который, наконец-то, уже вместе со мной. Встречайте, пожалуйста, Руслан Мухтаров. Это и стендап-комик, и руководитель творческого объединения «Шутки ради», и участник множества телевизионных проектов, среди которых, внимание, открытый микрофон, комедий-баттл, «Без границ», «Смех без правил» и победитель шоу «Рассмеши комика», но и это еще не полный список. Сейчас Руслан еще и участник команды КВН, если не ошибаюсь. Будем дружить с семьей. Я все правильно? Я ничего не забыла, ничего не перепутала? Из легального все правильно. Из легального. У меня только один вопрос. Руслан, как у вас на все на это хватает времени? Это, на самом деле, часто задаваемый вопрос, но я кайфую. Мне очень нравится заниматься творчеством, и когда это и семья поддерживает. Это самое главное. Они меня заряжают, ну и я сам себе иногда даю леща, чтобы больше-больше-больше работать. А какие есть у вас такие мотиваторы, может быть, на каждый день? С чего начинается вообще? Ну, вообще, творчество – это как спорт, только без тумаков-синяков они в другом проявляются. Да. Но здесь самое главное – ставить какие-то цели. Если даже не получается, творчество – она горки американские. Есть взлеты, есть падения, есть где-то приходишь к цели, есть где-то ломишься в одну дверь, тогда ищешь в другую. Ну, то есть, по сути, это такой квест, как мы в детстве любили называть, ходили на стройку. Вот. Сейчас это квест, а в детстве была стройка. Ну, одно и то же самое. Если нужно туда, ты туда заходишься нормально, а потом откуда-то собака злая появляется. Да. Вот раз уж вы сами затронули тему детства, то расскажите, как вы вообще росли, воспитывались, потому что вы не москвич, правильно? Вы приехали из Уфы. А это вы специально напоминаете мне? Естественно. Вы не москвич, вы запомните. Ну, в плане, если бы вы родились… Маша Новая, Руслан Старый. Да, пожалуйста, так все шутят. Начнем с этого тогда, с этой шуточки. Тогда не надо было так шутить. Нет, ну, реально, интересно, как вы развивались? Может быть, были какие-то интересные игры? Вы сразу поняли, что юмор – это ваша дорога? Или же, может быть, был риск пойти в какую-то другую сферу деятельности? Ну, почему риск? Да, были разные дороги. На самом деле, я сам из Уфы, и под Уфой есть такой поселок. Я в 7 лет туда переехал, и вообще сельский паренен. Я там учился в средней школе. Потом я в ней когда-то еще и преподавал. Я был сельским учителем одно время. Ух ты! Да, это была биография. Филолог. Учитель русского языка и литературы. И получается, ну, там уже, когда я поступил в университет педагогический, на филфак, там уже меня заметили на первом курсе, получается, театралы. Позвали в два студенческих театра, потом сказали, ставь выбор. Нужно было выбирать режиссера. Потом я предательски поступил с театром, да. Это было... Не, до сих пор стыдно, если честно. Со мной режиссер, он не общался лет пять, наверное. Но потом мы начали общаться, да. Ну, потому что была премьера, мы все сделали, пошла большая подготовка. Вот на этой премьере меня заметили кавенщики и переманили. Да, я ушел, получается. Хотя там были гастроли намечены, у меня была главная роль. Это я. Я поступил плохо. Главная роль? Какая роль, если не секрет? Тогда, ну, там была постановка, получается, ниточки, и там мы были какие-то... У каждого был персонаж кукла, вот. Ну, я, как всегда, как обычно, я был пьющим. Тогда еще даже, да. Тогда давали мне... Если сейчас мне дают в КВН Высшей Лиге, мне дают персонажи пьющих, сидевших и так далее. Еще тогда, еще без усов, мне тоже, да, давали. Все понятно. А вот что было дальше, давайте сейчас ненамножечко прервемся, чтобы нашим зрителям было еще интереснее вернуться к нам обратно в эфир. В гости на телерадиоканал «Страна.ФМ» пришел замечательный человек Руслан Мухтаров. Стендап-комик, КВНчик и так далее. В общем, об этом во всем сегодня целый час будем и говорить. Мы сейчас вот с Русланом затронули тему, что прилепился все-таки один такой образ, который давно уже, амплуа, так называемая, и который никак не хочет вас покидать. А вот не расстраивает, что видят вас в одном таком образе? Пьющего, как вы сами это назвали. Ну, не только пьющего. Пьющего, гулящего, сидевшего. Да нет, нормально. Я семьянин в стендап-комедии. То есть там я просто такой веселый мужичок, который рассказывает о своей семье, делится впечатлениями, о своих переживаниях, комплексах рассказывает. Ну, такой немножко сумасшедший мужичок. В КВН, ну, КВН это комедия образов, ситуации. То есть давайте представим, никто бы мог подумать, но здесь, да, здесь такой персонаж. Не, мне нравится. Я вообще всегда хулиганю. Мне всегда нравится какое-то, знаете, перевоплощение в какого-то персонажа. Ну, если такой образ меня видит в этом образе, ну, ладно, ничего страшного. Ну, а ты всегда играешь по жизни? Или все-таки дома с семьей ты один, а на сцене ты немножечко другой? Мы дома скучные, неинтересные люди вообще. Мы мерзкие. Ну, мерзкие в плане того, что мы медузы такие, которые у нас все медленно. Ну, а зачем? Нет. Дома ты настоящий, да, на сцене. Ну, вот с вами я сейчас настоящий человек. Вот. Но дома, когда мы хотим отдыха какого-то определенного. Мы, это много моих персонажей. А, я поняла. И когда на сцену выходишь, ты уже другой человек, да. Ну, а дома часто шутите? Ну, я всегда. Над какими-то бытовыми штуками или вообще это не отключается? Ну, супруга устала. Мы 14 лет вместе, да, ну, мне ее жаль. Ну, потому что, ну, у нас у мужчин есть глупые шутки. Подколы какие-то вечно, да. Ну, да, типа мы должны их сказать. Мы знаем, что они не смешные, тупые, бессмысленные, но... А как это не сказать? Себе держать? Зачем это? Тупые приколы какие-то? Нет. Ну, а иногда ваша шутка вот так вот как-нибудь выпущенная, так, с легкостью, могла явиться причиной ссоры в семье? Или нет? До этого не доходило. Ну, может быть, жена за это вас там? А, ну, нет, ну, прям ссоры. Ну, нет, ну, заколебал ты, это часто, вообще это девиз, наверное, наших отношений. Вот. Ну, нет, она с юмором тоже прекрасная девушка, вот, моя супруга, поэтому, нет, нормально все. Ну, очень интересно, что во многих ваших выступлениях в стендапе вы как раз-таки говорите о своих мальчишках, о семье и так далее. О супруге, да. Я когда на живых мероприятиях рассказываю супругу организатору, она часто присутствует на мероприятиях, и когда я рассказываю о ней, она так немножко отдаляется. Как она реагирует на это? Вот это самое интересное. Она нормально, но все зрители, особенно кто ее знает, и меня, они все поглядывают на ее реакцию. Ну, то есть я рассказываю про нее, и они так медленно-медленно поглядывают, и она так медленно-медленно уходит в тень. Вот. Это всегда. И она дома постоянно мне говорит, я не могу нормально заниматься своей работой. Все на меня смотрят, когда рассказывают про меня. И оценивают, наверное, тоже. Нет, все ждут ее реакции. Ну, типа, ага, ну, как она? Ну, что ж, друзья мои, давайте немножечко прервемся, дальше будет еще интереснее. Оставайтесь вместе с нами. А мы тут разводим свои ля-ля, тополя, потому что гость у нас сегодня замечательный. Руслан Мухтаров, стендап-комик. Ну, и, в общем-то, здесь гигантский послужной список. И я хочу сейчас затронуть тему, может быть, начала твоего творческого и юмористического пути. Как ты вообще попал в КВН? В КВН, в КВН. Это было давно? В каком году? Помнишь? В 72-м, да. В 65-м. Мне просто много лет всегда дают. Ну, по датам я, на самом деле, сложно ориентируюсь. Но если говорить, с чего все начиналось, начиналось все со школьного КВНа. Потом это перешло, как я говорил, уже в университете заметили, режиссера позвали в театр. Из театра меня заметили КВНщики. Поиграл в КВН просто на городском уровне. А потом уже попал в команду КВН «Шиза». Это основоположники альтернативного юмора в России. Поиграл с ними. Потом я был и директором лиги КВН и так далее, и так далее. Редактором, ведущим. Потом был период, когда я с 2007-го попал в проект «Смех без правил» на ТНТ. Вот, тогда еще был Паша Воля Турчинский. И потом уже были разные проекты, какие-то удачные, неудачные. КВН, он как-то был в моей жизни, но он уходил, приходил и так далее. А уже где-то там год назад, наверное, пригласила команда КВН «Будем дружить семьями». Да, да, да. «Русский сыр», «Москва». Они предложили сыграть вот такого персонажа. Ну вот, мы сыграли уже с ними и «Гласящего Кевина», «Кубок мэра», «В Сочи», «Одну восьмую». Вот впереди у нас совсем скоро одна четвертая высшей лиги КВН. Круто! Это я быстро пересказал. Я поняла, но я тебя поздравляю, потому что мне очень нравится эта команда. Вот буквально на днях было как раз-таки КВН, смотрела. И тогда скажи, а ты принимаешь участие в написании текста, в сценарию? То есть ты как автор там тоже еще являешься, да? Да, конечно, да, да, да. На самом деле сложный персонаж, они все, ну то есть эта команда играла в прошлом сезоне, и уже сложились определенные, так сказать… Там три пары, да? Да, направление уже понятное. И там молодая пара, пара, которая все никак не может решиться, и уже которая давно в браке. И вот я вот такой, да, дурачок, дядя Витя, который что-то там постоянно там хулиганит, выпивает, озорной, поющий иногда. Вот, это все как-то на самом деле не так легко. С виду может быть какие-то вот где-то, что не получается, на самом деле мы над этим работаем все абсолютно. Очень хорошая команда, очень хороший авторский у нас состав, спасибо ребятам. Ну все, ну то есть одна большая команда. Ну что, дядя Витя, я снова хочу тебя прервать совсем ненадолго, после мы продолжим и затронем одну еще очень важную, интересную тему. Оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь. Вечерний эфир на телерадиоканале Страна FM продолжается. Здесь я, меня зовут Маша Новая. И в нашей студии сегодня человек очень редкой профессии, как он сам называет ее, улыбатор. Улыбатор. Я это видела в «Развеши комика». Это так, Руслан Мухтаров. Да, это совершенно верно, это правильная информация. Или где-то посмотрел, да. Да, смотри, ну мы с тобой сейчас за кадром разговаривали по поводу твоей семьи, твоих замечательных, да-да-да, детишек, о которых ты все время рассказываешь в своих вступлениях, в стендапах. И всем надоел, да. Нет, ты не надоел, очень много полезной, интересной информации можно узнать и по поводу воспитания и так далее. Как вообще мальчишки с радостью относятся к этому, к твоему увлечению, когда слышат про себя всякие истории? Да, это разные дети, они всегда были за кулисами с малых лет. Один в три месяца я вывел на сцену, вынес, на сцену другой тоже вынес, коляски выводил. Они в коляске всегда за кулисами спали, когда я руководил там лигой. Вот, поэтому они всегда, сейчас у них творческая атмосфера в семье, помимо моей атмосферы, они танцоры, хип-хоп-танцоры. Оба танцора. Да, старший многократный чемпион России по хип-хоп-танцам. Прямо серьезно. Да, в составе Эпс Крю. Вот недавно их коллектив стали чемпионами Европы. Вот, впереди Кубок Мира и так далее. И у нас постоянно творчество, у нас постоянно дома всякие йоу-йоу, вот эти темы и так далее. Подожди, ты рассказывал, что старший Данила, он как раз-таки танцор, а младший он рэпер. Ну, он и рэпер, но... И танцор там в себе. Зачем вы напомнили? Я не хотел, я не хотел про это говорить. Нет, он, да, рэперюга тот еще и хип-хоп-гангстер. На самом деле он, ну, было уже в эфире, что он любит читать у него, ну, и второй трек появился. Но он тоже танцор, он тоже занимается. Он вообще питается от старшего. Все, что делает старший, все нравится младшему. Они такие два гангстера и так далее. Но этот более озорной. Этот более... Если он хочет ударить, он ударит. Ну, а они когда-нибудь выдают какие-нибудь перлы прикольные, которые ты сразу же, так, надо записать, в следующем я на своем выходе это использую обязательно. Ну, что вот из последнего такое самое смешное, помнишь что-нибудь? Илюха младше, 7 лет, напомню, у него планшет, и он постоянно меняет настройки, то есть ему 7 лет, и он ставит на 12 ограничения. Мы ему всегда ставим. Я заметила, я говорю, покажи, что у тебя там. И он такой в планшет, и он медленно убирает вниз, и такой, просто ругай меня. Я говорю, ну, ну, покажи, что там у тебя. Он такой, просто ругай меня. И знаете, это же может быть против него, он вырастет, будет мчаться по трассе, его останавливает гаишник, и такой, ваши права. И он такой, просто ругай меня. И появится новый ролик в Ютубе. Да, гаишника, возможно, также воспитывали, и он скажет, я не хотел тебя ругать, ты же куда-то торопился, да. Мы создаем детей, вот. Мы делаем, наше воспитание, на самом деле, как-то и относится к позитиву. Я батя по приколу, поэтому я воспитываю с какой-то позитивной постоянной атмосферой, но иногда у меня есть пару масок серьезного отца, папочки. Папочка может быть строгим, то есть папочка может достать ремень и... Нет, папочка это такой, знаете, папочка и батя это разные персонажи. Батя это озорной такой. Вот, давай про батю. У тебя есть проект, как раз таки в Ютубе, батя по приколу, где ты записала свой первый, получается, правильно я понимаю? Это клип, да. Музыкальный клип. Да, на самом деле, тоже хулиганство очередное. Просто у меня была мечта снять профессиональный, большой, хороший продукт, сделать клип, песню. Мне помогли ребята-профессионалы в этом. Просто я хотел, чтобы спустя много-много-много-много времени, лет, мои пацаны уже выросли и своим детям показывали, вот какой... Вот такой у нас легендарный отец. Вот у вас какой дед-хулиган был безумный. Вот, пожалуйста, посмотрите. На самом деле, это для истории, потому что, по сути, это семейное видео, но очень такое дорогое во всех отношениях. Слушай, ну а есть же еще один классный ролик, тоже батя, которого мы заслужили. Я сначала подумала, что это все твои дети. Там снимается около человек десяти, наверное, да? Ну, это проект, да, ко второму уроку, называется YouTube-канал. Мне ребята позвали, и молодежь, это вот эти молодые ребята, попросили меня сняться в роли отца. Ну, я думаю, ладно, хорошо. То есть это не мой, да, проект. А вот батя по приколу там снимались, мои сыновья. Это твой как раз авторский, да? Да, любимый. Можно сказать, да. И он есть у нас сегодня в эфире. И прямо сейчас я предлагаю нам вместе с тобой его, посмотрите, с нашими зрителями и слушателями. Сейчас будет стыдно. Это юмористический проект, не музыкальный, я не претендую. Ну, и мой юмористический. В том числе, друзья, обратитесь на это внимание. Слушаем и смотрим. Поехали. Даня, что тут большими буквами печатается? Пап, да ты капслок нажал. А, ё... Сразу... Батя по приколу в рэпе по самое не могу. Брям! Всем сыновьям! Батя по приколу, батя, батя по приколу. Эй, бро, мой стиль ковал со старых гаражах. Я, батя по приколу, рос на первых этажах. В смысле снизов? Я лез без лифта на своих ногах. В определенных кроссвенных я состою в кругах. Скажет мой сын, смотря мне в усы, что ты не очень мой фло. А я ему сразу дневник притащил. Че там в нем за фуфлом? Ты не запилил уборку? Тогда лови мой патч. Короче, если по-русски, убери свой срач. Любишь катать в доту, с утра вставать неохота. Батя разбудит в субботу, проявит заботу. Вынес ему старый ты мне ща, сделай уроки ты мне ща. Не хочешь леща или по щам? Помни, кто оплатил твою прививку от клеща. У меня по старой схеме все. Свою стой мельсуй. Хочешь интересный квест пройти? На картошку пиздой. Ты говоришь, я нуб, или не смогу затащить этот зал? Зато я единственный тут, кто действительно твою мамку обал. Батя по приколу, батя, батя по приколу. Мой младший сам уже решил, что он бигмагный рэпер. Еще танцор, диджей и вейпер. Что, сынок, ты вейпер? Только не это, мать, ремень, батя совсем не рад. Будем учить, а то еще пойдет на вейпарад. Айпады, айфоны, модные гаджеты нравятся. На вот мой бэджер старый возьми и попробуй с ним справиться. Батя бил татухи, когда не было модно. Теперь батя якорь, это почти годно. Я же спиннер кручу, а сам спиннинг хочу. Еще мамку хочу, сам про стату речу. На сковородке поджарил картошку, поджарками похрустил. Это от батя натурн продукт, а не че-то там бей. Гамбургер, фигамбургер, чикины, маффины, чизбургеры. А раньше была ведь другая еда. Мамины, бабушкины, из балкона вода. Много непонятных слов у вас появилась в псевтомобе. Но еще больше было раньше, по мне так сильно годно. Кинескоп, диафильм, вкладыши сифа, течет, ремак. Слаксы, канава, бидон, видеомагнитофон. Карпи! Крутили педали, на Дисней успевали. Потолок лизуна кидали, рюли за пятно получали. Батя по приколу, батя, батя по приколу. Батя по приколу, батя-батя по приколу А если хоть кто-то скажет из вас, что мне лучше рэп не читать Я еще помню немецкое порно, вам меня не напугать Батя откроет секрет вам простой, но очень большой Ты стареешь только тогда, когда стареешь душой Друзья, мы продолжаем сегодня у нас в эфире Батя по приколу Руслан Мухтаров Только что посмотрели твое, можно так сказать, дебютное видео У меня сразу возник вопрос, музыку-то кто писал? Очень талантливо, приедается, прям качает Ну, как я уже говорил, появилась идея, это моя идея, это мой персонаж Но это вообще, это моя жизнь, то есть это мое отношение к воспитанию Батя по приколу Поэтому появилась идея, но я не музыкант Комик, да, стендап-комик, да, но не музыкант Поэтому я попросил ребят, музыкантов, мне помогли Челябинские ребята, да, Четыребро, и они мне подсказали Писали мы вместе где-то их текст, где-то мои корректировки пожеланий и так далее Вот появилось, да, сие, сие творение хулиганское, я вам напомню Это комедия, это хулиганство, комедия, но дети были счастливы Слушай, ну это круто, то, что ты со своими детьми как-то на одной волне Ты это все время об этом говоришь, что ты такой же, да, тигр Некоторые, кстати, не понимают, да? Некоторые те, кто старой душой, как ты сам заметил в этом клипе Тигрыш, кирен, из-изи, резулток О, вот именно сейчас у меня есть для тебя следующее задание Словарь современных слов, жаргонов, которые популярны среди молодежи Ну, мне кажется, ты очень с этим хорошо справишься Я буду тебе задавать сейчас эти слова, ты должен мне кратенько, собственно, их расшифровать Что это значит? Интересненько Давай попробуем Лось, что это такое? Лось? Лось Слышал о таком? Лось? Лось Лось, а, я думал лось Я думал лось, ну понятно, лось Лось? Да, лось Лось, лось, давайте предположим Лось То есть ты не знаешь, что это такое? Лось, честно скажу, лось Более гламурный лось, вот так вот, нормально? Лось Прикиньте, не слышал А вот если бы ты увидел гламурного лося в инстаграме, ты бы поставил ему Лайк Так, и значит лось это по-другому Чё, серьезно? Нет, не дизлайк, но это по-другому, короче, проще говоря Серьезно? Это лайк Да Я не слышал Немножечко другое понять Нет, серьезно Это лось Это лось Лось звучит, как рыба, но звучит лосось, а это лось Ну, это такое более гламурное Подсекай, подсекай лось Да, да, да Что это такое? Это что, лось? Подожди, есть у меня следующее слово Хайп Кукурузу Ну, это точно, ты знаешь Кто? Хайп Ну, конечно, хайп Так что? Ну, в смысле, популярность Хайпанул Молодец Да, молодец, Руслан Плюс один балл Хайпанул С этой песней, кстати, хайпанул Ну так Хорошенько Ну так, нормально Вообще, нет, если мне не подходит это слово Если я скажу хайпанул, то, скорее всего, я где-то обгадился Опять хайпанул Так, а зашквар? В какой ситуации ты употребишь это слово? Вообще, зашквар, это звучит, как будто это Ну, где-то ромашку заварил И там, типа, приготовьте зашквар Да, ромашки? Дорогая Приноси зашквар Ну, зашквар это лажа Ну да, что-то такое тупое Да, еще плюс один Кек Не кекс Прошу заметить Я вот, ну, я слышу много раз Ну, кека, кек Ну, как думаешь, что это такое? Ну, предположи Ну, типа, вот этого, да? Ну, в интернете Вот это кек Или Ну, не лайк Нет, это все-таки немножечко другое Ну, это... Сдаешься? Или подумаешь еще? Кек, кек Не кент это? Не кент Кек, это, короче, короткий такой смешок Наполненный иронией и хитством Такой, ха, кек Надо потренироваться тебе записать Отыграть эту краску новую актерскую Окей, следующее Это была разминка Как говорили мы в детстве Фуфло какое-то Фуфло Мне кажется, это все Это уже все в прошлом Смотри, флекс Флексить А, флексить, это вот Флексить Да, флексить Пойдем флексить Пойдем Ну, танцевать Ну, да Флекс Вы что, это флексить Флексить Вот, пойдем, батя, флексить Или выпендриваться еще новым Ну, флексить, да Какими-то одеждами и так далее А что такое рофл? Как ты думаешь? Рофл Печеньки? Печеньки, рофл Рофл Ну, вот сейчас ты прям показал это Это громко смеяться Давай вместе рофлить Вот придешь сегодня Рофлить, дайте вместе рофлить Да, давайте вместе рофлить Придешь сегодня своим ребятам Звучит вообще отвратительно Типа, пойдем вместе рофлить Куда? За гаражи пойдем рофлить Но я знаю, где можно хорошенечко порофлить На твоем проекте Творческое объединение «Шутки ради» Давай вот прям коротко Расскажи, как туда попасть Кратко, кратко Да, да, да Что там происходит В общем, Творческое объединение «Шутки ради» Играет лирическая музыка Занимается организацией, проведением мероприятий Касательно стендап-культуры Это открытые микрофоны Битва комиков за денежный приз У нас около 7-8 площадок Начиная со вторника В среду Иногда в четверг, в пятницу, в субботу, воскресенье Вы можете прийти на наше мероприятие Вся подробная информация в группе ТО Открытый микрофон ТО «Шутки ради» Проекты «ТО «Шутки ради» В инстаграме «ТО «Шутки ради»» Либо у меня на странице «Руслан Мухтаров» Друзья, пожалуйста, запоминайте И обязательно подписывайтесь Все забудьте до этого, которая была информация «Руслан Мухтаров» Ну смотри, у тебя в инстаграме ты как киндер Руслан киндер Ты ребенок, почему киндер? Начинал я, вот как говорил, в 2007 году Это было мое первое выступление на ТВ Это был телеканал ТНТ Это был проект «Смех без правил» И там я выступал киндер Именно киндер Не Руслан Мухтаров и так далее И то есть некоторое время я все киндер, киндер, киндер И только уже в 2012 году В проекте «Битва за эфир» Я выступал уже как Руслан Мухтаров Это вот, наконец-то А так был тоже образ Киндер — это взрослый ребенок Все понятно Ну, собственно, тот, кем ты сейчас и являешься Мне кажется, ты все-таки в душе Еще ребенок, несмотря на свой внес Очень-очень любит шалить На усы и плеш Ну, скажи нашим всем зрителям и слушателям Как сохранить вот это чувство Чувство ребенка у себя глубоко в душе? Да нет, мы на самом деле Мне кажется, все равно все мужики Абсолютно все мужики Мы все равно дети Ну, серьезно Дай нам пушку Ты не можешь... Ну, серьезно Я в магазине с детьми Я всегда залипаю в игрушки Я залипаю, когда они мультики смотрят Не от того, что я такой От того, что мы все дети Даже и вы У вас просто свои игрушки Да, я себя принцессой ощущаю Да, вот вы принцесса Да, а мы Мы все любители открыть что-то новое Да, засунуть башку в забор Лизнуть качель Это вот наше Мы... У нас все построено У пацанов на азарте У вас по-другому Да Вы королевы Вы вот цветочек поставили Вот по подиуму пошли куда-то В неизвестность В общем-то, Руслан Я желаю тебе, естественно, удачи Во всех твоих начинаниях Спасибо Во всех твоих проектах Которых уже немало Но я думаю, что впереди у тебя Грандиозные планы, цели Которые ты обязательно будешь себе покорять Друзья, я хочу вам напомнить Что сегодня вместе с нами В эфире телерадиоканала Страна.ФМ Был взрослый ребенок с усами Руслан Мухтаров Обязательно подписывайтесь на него В его пабликах Все, пока Продолжение следует...